Ребята, привет еще раз! Мы вот пришли с магазина Доброцен и хочу сделать такой обзор на то, что мы купили. Значит, масло подсолнечное, сказка, 122,50. Вот такая вот бутылка будет. Дальше. Напиток Ильинская. Это мы брали попить, пустую бутылку принесли домой. Конечно, логика русская, 27,90. Средство для мытья стекол. Вот такое средство, 122,90. Не знаю, взяла на пробу, если честно, ни разу не пробовала, попробую. Так, конфеты. Киткат. Golden Edition. В магазине они подороже будут. Здесь они стоят 93,90. Брали два мороженого. Пломбир на сливках в рожке по 42,90. Свинина тушеная особая. Тоже такую банку ни разу не брали. Может быть, кто-то пробовал. Напишите, как она по вкусу. Вообще, что за банка. Что к чему. Стоит она 77,90. Говядина. Такую мы берем в маяке, в светофоре. То есть, этот продукт нам известен. 88,90. Также мы любим вот такие ракушки. Ну, берем мы в амбаре их. И как бы в амбаре, ну, наверное, цена там примерно такая же здесь, как за пачку. То есть, пачка стоит 54,90. Громовка пачки 800 грамм. Нет, в амбаре будет дешевле. В амбаре будет килограмм стоить 55 рублей примерно. Поэтому, как бы, я посоветую лучше такое брать там. Вот Саша у меня взял набор хомутов металлических. В наборе 12 штук по 69 рублей. Но это мужская тема, чисто такая. Так. Дальше у нас сардельки телячьи. Наша местная фирма хорошая. Очень скифовские сардельки. Там они стоят 369,90 за килограмм. Мы взяли килограмм 190, вышло на 440 рублей. Молоко вяземское. 3,2 с жирностью. Литровая бутылка 84,90. Я взяла два вот таких вот йогурта. Один йогурт 52,90. Также взяли... Ну, конечно, мы так взяли на такую безвыходность. Мужские трусы. Вот такие простые, как семейники. Стоимость одних трусов 65 рублей. Но я не думаю, что они особо ноские. Поэтому, как бы, это такая покупка немного смешная. Яблоки Галла. Вот они. Яблоки, в принципе, на вид неплохие. Стоимость килограмма 203 рубля. Мы взяли 800 грамм на 163,94. Сыр-тильзитер. Вот такая пачка. Камера что-то плохо фокусируется. Стоимость вот такого кусочка 156 рублей. О, резкость есть. 256 грамм. Дальше. Колбаса домашняя. Вот такая домашняя колбаса. Дымов. Колбаса домашняя у нас стоит 120,90. Дальше. Бедро куриное. 278 рублей. Такая упаковка. Здесь 1,3 кг. Лещ вяленый. Это мы взяли попробовать тоже. Я такое не брала. Как бы в таких магазинах. То есть вот такая рыбка будет стоить 93 рубля 59 копеек. Батончик нац. Это Саша любит у нас. Батончик нац стоит 60 рублей 90 копеек. В амбаре вот недавно я смотрела они по 100 рублей. Колбаса вишневая. Колбаса вишневая. Тоже производство скиф. Мы ее не пробовали. Но я думаю, что колбаса достойная. Стоит она 146 рублей 90 копеек. Итого. В принципе. Как бы по покупкам. Не сказать, что мы купили много. Денег потратили прилично. То есть 2 841 39. Если кому-то интересна позиция в чеке, ставьте на паузу. Смотрите, что сколько стоит. Но сугубо вот мое личное мнение. Я повторю, что это мое личное мнение. У кого-то оно может быть не схоже со мной. Не схоже с моим мужчиной, с Александром. Магазин этот. Ну, мы больше не пойдем. Почему? Потому что, во-первых, расположение не особо удобно. У нас машины нет. Мы ходим пешком. То есть на автобусе. С Краснореченской оттуда ни на чем не уедешь. Если только идти пешком. Но назад идти с сумками как бы тяжело. Кто-то, если такси вы позволить, не можете, например. Нету машины. Сугубо мое мнение, что лучше из таких магазинов выбирать маяк. Либо светофор. Ну, мне больше нравится маяк. Это сугубо мое, опять-таки, личное мнение. Если в вашем городе есть такой магазин доброцен. И там более достойный выбор. Во-первых, очень много пустых площадей, я бы сказала. К чаю выбрать нечего. То есть, я так понимаю, что данный магазин, это магазин от сети светофор. А в отличие от светофора и маяка, где есть всегда большой выбор печенья любого, любых конфет, сладостей, в доброцене делать в этом плане нечего. Подписывайтесь на канал. Дальше будут обзоры. Скорее всего, в ближайший день-два будет обзор на маяк на Суворова 80. Закупка будет немного неполная, потому что много что мы уже взяли. То есть, ну я вас возьму с собой в магазин, посмотрим цены, посмотрим наполняемость магазина, потому что тоже наполняемость может быть разная. Могут быть и пустые полки, может быть большой ассортимент. Почему мы вообще, у нас предпочтение ездить в маяк именно на Суворова. Мы живем как бы в южном, поэтому нам близко с домом. Но если вы хотите какой-то обзор на какие-то другие магазины, пожалуйста, в комментариях указывайте адрес. Данный магазин мы посетили по просьбе нашей подписчицы. Сделали обзор. Судить о магазине, как бы может быть вам, кому-то он понравится, кому-то нет. То есть, я озвучила свое мнение, решать вам, ходить вам.